юбка вот это появилась новая эффект новой юбки буду рассказывать я ее сшила искал специальный материал то есть я готовилась к номеру про кошечек который читал на рифмусе и еще буду читать и мне хотелось что-то с кошечками найти я ничего нормального не находила вдруг не попался материал кусок на озоне по моему вот этот вот и я так и думал будет классная юбка я пошла в ателье с этим материалом не сшили юбку я выступила кстати заняла второе место мне не хватило одного голоса товарищи кто-нибудь приходите голосуйте за меня но это обидно у меня был шикарнейший номер просто шикарнейший вот они и зрители подходили называет всем нравится голосуем за своих но это всегда недостаток конкурс вот теперь я хожу в этой юбке во первых на рифмус шла в этой юбке бабушки как-то бурда реагирует вот сейчас ко мне в магазин нашла бабушка и про эту юбку какие котики я иду на улице слышу сзади голоса именно вот такого пожилого возраста из семья бабушки видят двоем идут и начинают обсуждать что что у меня за юбка такой вот эффект юбки у меня я кстати про конкурсы хотел сказать в общем я подаю заявки везде где только можно я даже завела файл чтобы запутаться куда я уже куда нет в результате я все-таки запуталась потому что к первому апрелю 31 марта два конкурса там было и я на них не подала но еще интересно я участвовал значит в одном конкурсе в том году на слэм ходил на московский я говорил там какие-то странные организаторы потом они онлайн турниры организовывали и онлайн турнир можно там несколько туров было у них нет вопросов что ты не участвовал но меня на следующий турнир не вежливо сказали вы знаете вы уже участвовали мы хотим новых ну хорошо теперь у них проходит слэм опять они возобновляют естественно это интересно выступить перед большой аудитории я им отправляю стихотворение они меня уже знают как то есть я себя зарекомендовала как читающий хороший поэт они мне пишут кстати мы хотим кого-то еще полу чтобы поучаствовать ребята вы хотите новые имена так тогда и выставьте условиям всем но я так думаю что опять своим они не поставят это условие будет между собой то есть вот как я говорила есть кто меня постоянно смотрит после прошлого слэма что они между собой устраивают и выгодные последние места выступления отдают своим а вы как аутсайдеры выступаете а меня вообще первые поставили это ну то есть называется завалите меня помидорами вот а в этот раз вообще сказали ну пусть другие поучаствуют вот мне интересно только ко мне пусть другие поучаствуют или а вы приходите как зрители домой или это ко всем то есть вот это вот мне не нравится должно быть общее правило то есть все кто участвует в этом слэме не должны были участвовать в прошлом году в своими вот общее такое правило будет и вот я посмотрю и действительно ли они выполнят или опять вот протолкнуть своих а назову я не понимаю и причем некоторые конкурсы ну то есть ты где-то нравится то вы ну тебя выдвигают какие там грамотки мне дают а на некоторых нет обратной связи ну то есть ты не прошла не прошла у этих а есть обратная связь они мне сообщение аудио прислали зачем-то но прислали но не прошла бы я не прошла просто там по какой но они мне вот именно озвучили это то есть что мы обсуждали вашу кандидатуру и все-таки вот так они говорят решили что вот в этот раз побольше новых в нем я не понимаю вы сильных поэтов хотите или новых поэтов вот если у вас слишком много поэзии может быть вам отборочные туры там несколько делать вот как я грана вот на прошлом с вами на другом на всероссийском там более отработанная система которые не зависит от того знаешь ты этого поэт или не знаешь вот подал заявку приходи если уж прошел ее там называется чем я не знаю а как вот победители прошлого слова будут у них участвовать ну вы понимаете да в общем это странно вот но мне на самом деле дата была очень неудобно у меня у мам день рождения когда я увидела дату думаю почему-то у меня был как предчувствие что я не пройду думаю но у меня у матери день рождения все равно и не могу в общем вот так а конкурсов я ли вам реально говорю я вообще у меня голова кругом я сегодня еще в один отправляем нужно куда-то я рассказы отправляю куда-то романы куда-то сценарии куда-то стихи то есть у меня там порядка 20 конкурсов которые вот я все время мониторю в одном только я в шот-лист в одном право прошла но я дорабатываю сейчас книгу в издательство буду искать в общем у меня очень активная за кадровая деятельность сейчас в общем вот так вот а в кадр практически у меня попадает только мое выступление я думаю вообще сейчас скажете ну чё это у нее за влоги стали сплошные выступы но вот я специально не снимаю вот снимаю что действительно в кадр попадает влоги как мой прошел день я не делаю только какие-то важные вещи вот раз в неделю я у меня сейчас есть немножко времени опять диму жду с авиамоделирование сходила в магазин и вот сейчас жду его у меня есть время наболтать а так просто нет времени настолько я я ночами не сплю потом утром диму отвожу забираю и днем пытаюсь отоспаться потому что у меня ночи бессонные творчески у меня бурная жизнь у меня все-таки обижают вот такие странные отказы люди цените профессионализм вы выбираете лучшего поэтому так выберите лучшего дайте посоревноваться а я им отправила стих 100 лиц столица на этот стих от которого все просто вот ко мне подходит я там читал полгода назад встречал случайно девушку и она подходит я вас помню вы вот этот стих читали на его запомнил то есть это сильный стих и отказать мне участие на основании ну то есть я сильные стихи вам высылал на основании того что я не сильно слишком сильная для вас ничего же вы боитесь со сильными поэтами соревноваться не уверены в своих силушках это странно в общем вот так ладно я эти выигрывать то мне не нужно мне нужно просто публика там где можно зрителей найти сделали бы открытый микрофон за пределами конкурса пока каникулы повторяем историю пишем это еще с костью мы вот это вот начинали поэтому что-то написано а что-то сейчас пишем чтобы у нас единая картина развития древнего мира истории но она все равно не будет все урезано и все называется обрывками таням а таням и дуэт с светланы криевые друзья под аккомпанемент фексофона стихи очень классно будет наверно может быть может быть у нас в чате как-то зародилось мы не пробовали не аппетировали мы попробуем всегда нужно жить с экспериментом с чем-то не бояться не бояться у каждого должно слышно меня у каждого должно быть минуты тишины минуты день мечты минуты суеты минута красоты минута доброты печали и утраты минута радости и гордости и доблести и минута славы и И минута, и минуты ночи, бессонницы, минута, и минуты строчья, Минута света, и минута озарения, минута без ответа, Гордости, презрения, минута восхищения, наивости, неведения, Познания и мучения, корысти, очищения. И кажется, все сложится в минуты жизни, Но время есть движение, а не минут сложения, минуты, минуты, хватило минуты, 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 решаю, минута, 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 теряю, минуты, минута, минута, найдется, минута. У каждого должно быть, ну где же нам их взять, Минуты для мечты, среди этой суеты, печали и утраты, Увидеть красоту, позволить доброту, и чувство радости, и гордости, и доблести, Минуты славы, любовью, одарить, и ночь, кусить, бессонница, успеть, Хватает же нас срочно, неважно уж точно, теряются минуты, Мы долго ждем ответа, мы бегаем в сомнениях, не удержаясь в голове, Виновность, предвидение, осознанность, мучение, расчеты, непрощение, Ведь кажется, все сложится в успешной жизни, Но время есть движение, а не обид сложения. Минута, минута, хватило минуты, минута, минута, решаю, минута, минута, теряй минуты, минута, минута, теряй минуты, минута, минута. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! По дороге мы видели небо, по дороге мы видели ночь Мы не встречали нигде километры, а раскатывали их под шиной прочь У всех дорог есть начало и конец И ждешь нетерпением и того, и другого Начал дорогу, уже молодец и знай Доведет куда надо дорогой И время имеет только значение Сжимающая скорость ваш путь Время до пункта назначения Скорость, чтобы в прошлое не вернуться Все, кто покоряет дороги и просторы, знают Дорога этого стоит Когда конец пути фары не освещают Мыслям мои горизонты не мешают И вот облака примикают И уже хочется свернуть Но еще часы остались Может, удастся уснуть Если твоя дорога в лето Дождь нарисует радуги путь Сделай мечту заветной И краски души взять не забудь Встречай в пути рассветы В дорогу не бери с собой грусть А если нашел все ответы Новый начинай путь Браво! Спасибо! Идешне всем пути здоровы! Классно! Спасибо! Таня, моя Таня, для нас выступала броня Собирать я его уже час сорок примерно То есть, мама думала, ты целый день будешь занят этим роботом Да, мама, ты не знаешь мою скорость Хоть какая-то надежда, что в каникулах ты будешь занят У нас, правда, не лего Лего, я не знаю, есть прям лего такой Ну, в общем, нам захотелось Это Огелло Огелло Китайский аналог Китайский аналог Тем не менее, очень хороший Без башки пока Единственный минус Вот здесь не подогнанная деталь немного Немножко Да, немного Но это никак не влияет Понятно Ну, ты его уже почти собрал Да Хорошо У меня не надо Крутиться на месте Все, заработала Ну, не надо на меня Глазище, вот тут вот Все время люблю глазище Гулять, где у нас котик? Как подробно все Ага, тут каждое село будет отмечено А говорят, что не понимал, куда идет С такой картой все понимают Могут Встреча на французском поспе Вместе с ними с Саней Попятью там еще помечен А говорят, что он был еще венах Для осведения обо всем Сомжет приграбельного Братства То есть, простой народ Вернул глаз королей И революция дала возможность Появить себя очень многим Наполеон уже в 24 года Становится генералом Французской республики Сами орудия были очень тяжелые Они могли весить в зависимости от типа Калибра от 200 кг И до полутора тонн Одну только орудия Без инструментов, снарядов, снарядов, рящиков У каждого орудия был свой лафет Это не просто тележка Это целая система Из речевого блога выкруженных Порой две недели в пути Необходимо провести бой До того, как мы дойдем до нашей древней столицы Кутузов, прибываясь к каменности С другими генералами Начинает изучать карты земель Ищет место, в котором подошло для проведения боя Выбирают Бородино Вот так выглядела наша кожа 200 лет назад Все деревни остались на своих местах Но проживающие дни крестьяне Тогда распахивали поля Через это село проходит современное Можайское шоссе 200 лет назад Новая Смоленская дорога Главная на Москву Дорога была мощенобуджником Имела до шести разъездных полос То есть она порой была по 70-80 метров шириной Это важно Это именно дорога, подходящая для продвижения армии Но технику, характер мозгов, сочетание красок, акценты Вот с этих эскизов Обратите внимание, насколько грубая и неврежно прорисована природа И как точно и тонко фигурки отдельных солдат Их снаряжение и поможение Все, здесь все потрогай сегодня Но я не думаю, что дергать рычаги нужно Это мы на этом На другую На другую Вид Прикольно? Ну вот По улице будешь шляться или устал? Я сейчас потому что отдыхать, наверное Отдыхаю потом на улице Видишь, сколько всяких уголочков О, что? Видишь, здесь все можно Найти что-нибудь Поиграем, да? А, я тут есть особо Прикольно Что, хочешь здесь поселиться? А? 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 Ну вот Видишь там, хопа и можно жить И вот еще смотри Видишь? Ага То есть сюда зашмыгнул и спи Здесь все Здесь темно Пространство Ну здесь зато такая как бы общая комната А здесь еще что-то? Ну Сидеть там просто А возможно это кошачки? Нет, это человек, пожалуйста Сиди, что хочешь делать Понял? Класс? Класс Тебе бы лишь полазить, да? Да Такое вот место Интересное Если мы гореть не будем То тогда светит тьму Называется дача Бородино Сейчас расскажу про это место поподробнее Неформальная обстановка, да? Вот Дзен атмосфера Коты тут сидят В общем Расскажу сейчас То есть у обоих по одному таялона Какая-то дополнительная версия Это другая версия По одному тачек Зайти Да Скапываешь Противоположную сторону А если Скапываешь 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 Другой Или Немного Старом Может И Во-первых Нельзя, чтобы он Старом Открыл Это 150 Мелочушек Во-вторых Нельзя Старом Скапываешь Скапываешь Хорошо Хорошо Привет Тебе Вот Цена удачи Все здесь Такое Атмосферное А вы здесь? А вы наверху? Да Рум-тур Это Моя комната С видом С таким вот Где будет закат Сейчас Виде Это Закат Тема Здесь Красивая Только Проснулась Мы ехали Три с половиной Часа Потом В музей Потом Сюда Кто Севнул В ответ Простите Завис 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 Классно Поспала Вот Сейчас Пойду По улице Погуляю Плошные Коты Коты Кошачьи Здесь Реально Дача Есть Всего Чего Можно Всего И это Так Атмосферно Что-то Расписано Дочери Ах Северно Победа Недр 첫 Раз Северно Основıyı Те Подписывайтесь Завис Дякую Завис Здесь еще один костюм. Наверное, все-таки мы вечером пошли в костюм, бросим дрова. То есть здесь дом. Дом. Качельки. Еще какое-то седальное место. Это типа купель. Это типа баня. Здесь все просто, но очень классно. Это баня с таким окном. Ну, то есть каменька, какой-то котел. Помимо полок. И все. Полный обзор всего. Вот здесь вот еще седло. Я не знаю, здесь нельзя все снять. Просто каждый уголок. В принципе, человек превращал это постепенно. Step by step. И все. Стану валенки. Просто валенки становятся арт-объектом. Смотрите, как это классно. Ну что, это море? Это волна. Там есть вон площадка детская. Вон там он. Лазерки. Вот тут шляемся на Можайском море, которое называется как Волга. Ну, все равно приятно погулять, птичек послушать. Да, птичка? Приятно тебя слушать. Идут вот такие вот белые цветочки. Первый раз такие вижу. Здесь он много. И скоро уже здесь земляника, видите, расцветает мать и мать. Здесь весь берег в ней. Скоро здесь, представляете, вот прям чуть-чуть. И весь бережочек будет такой желтый. Вот. Вот. Прям весь берег в ней такой желтый, красивый. Напишите, кто знает, как называется. Какой-то прям колокольчик. Завтра. А сегодня какой день не делится? Сегодня четверг. Где отключаются домой и еще двойные. Тварь. Да. Какая все-таки мозаика меня восхищает. Кистью что угодно можно изобразить. А вот камнем подобрать цвета. Здесь весь храм такой. Сколько это труда. Вообще. В этом году? Ну, я не знаю. Тогда было какое-то мероприятие. Это нужно ловить. А там нету? Там нету. Тира нету, да? Нету. Ну, это был там какой-то фестиваль вот к нему. Может на выходные. Опять же сезон должен начаться. А ты хотела именно пострелять. Ага. Ну, я тебя понимаю. Эх, мальчишки. Всего быстрее. На матери плакать. Так лесо вот это зачем залезть? Класс? Да. Это что сказать? Я за горы. Да. Чтобы вот в этой луже искупаться, да? Я надеюсь такой мысли у тебя нет? Ну ладно, потом я подумал. Сейчас вода холодная. Холодная. Все что тебя останавливает. Ага. Когда будет теплое, наверное, лужи не будет. Вернулись мы с дачи этой Бородино. Быстренько расскажу, что это такое за проект. Интересный. Я его выиграла. Во-первых, как я попала туда. Я его выиграла на открытом микрофоне Роста. Там была викторина по разным вопросам. Не важно. В общем, я выиграла викторину и проживание в этой даче Бородино. В концепции этого места дзен-дача, как они себя позиционируют, и там проводятся всевозможные мероприятия, тренинги и так далее. Знаете, в каком формате сделано? В формате большой общаги, большой такой семьи, которые объединены общей идеей самосовершенствования себя, духа и так далее. Это веганское место, вегетарианское, не могу точно сказать. У них концепция, они не едят мясо, сахар, здоровое питание, которые придерживаются организаторы. Я немножко в этом отношении не до конца прониклась этой идеей, потому что, в принципе, я могла организовать питание. Я ем мясо, но я сейчас соблюдаю пост, и я для себя как бы взяла кашки заливные, а для Димы я взяла... Почему? Мы дома почти их не едем сосиски, но нарушила их концепцию. И пирожки, потому что в дороге их удобно есть. И, в принципе, я могла взять по-другому. То есть я могла взять макароны и сыр, это наша основная еда у Димы, макароны с сыром. Сварить там макароны, но я ехала, я не знала, что там будет, какая посуда там и так далее. Ну, то есть вообще вот всё. У них вплоть до того, что посуда глиняная, то есть как бы естественный хендмейд. То есть какие-то вот даже такие вот заморочки есть. Комнаты у них небольшие, и вот эта зимняя дача, где можно в такую погоду, как сейчас, весной, много всяких разных вот этих вот комнаток, которые не сразу очевидно, что они есть. То есть много на втором этаже. То есть там можно разместиться огромной компанией и вот проводить вот эти вот мероприятия. Такой большой зал, где там какие-то тренинги проводятся. И летом есть ещё летние домики. Множество мест на улице, под костры, есть небольшая баня. То есть такого формата. Очень интересно, мне этот подарок был условный подарок, потому что для меня это совсем в другую сторону. Я ехала три с половиной часа из дома. То есть так, чтобы я туда ещё раз поехала, мне это, то есть нужна большая мотивация. Тем более у нас есть у мамы дача, и вполне себе я там потусоваться, то есть с какой-то компанией, с какой-то целью. Я не знаю, когда меня туда ноги занесут. И поэтому я приурочила эту поездку на каникулы. Мы очень давно хотели на Бородино, на само поле Бородинское, в музее Бородинский. И нас всё время, ну то есть эта идея какая-то была. И так как нам дали вот эту вот ночёвку там, возможность переночевать, я решила, что в каникулы с Димой мы туда съездим. И вот мы съездили вдвоём, походили по поле Бородинскому. Вот этим вот, это впечатление вообще просто на меня произвело, насколько огромная это была территория. Это прежде всего, я не воображала, что это сражение было на такой огромной территории. Это нужно всё видеть, это нужно охватить, это нужно понимать, понимать количество жертв. До того времени это были огромные, а сейчас нам кажется, вот даже более современная уже, там Великая Отечественная война проходила, когда ещё в десятки раз больше были жертвы, и мы это проглатываем, да, то есть очередные вот эти конфликты, которые происходят один с другим всё равно на нашей земле, несмотря на то, что, казалось бы, мы должны научиться, что столько жертв, и в результате цель, которая ставится, в результате любой военной кампании, любой, они не достигаются, либо со временем всё возвращается назад, да, то есть это очень сложная такая вот тема для меня. и, конечно, погружение, вот эти рассказы Диме очень понравилось, там музей шикарный, экспозиция шикарная, всё рассказывают, то есть вот само поле, вот эта реконструкция в виде макеты, это всё очень впечатляет. Поэтому единственное, что в монастырь мы с Димой не пошли, он не захотел, там ещё монастырь, но я уже думаю, ну ладно, ребёнок, ему, значит, эти вещи, раз неинтересны, не будем напрягаться, я думаю, что, может, меня ещё туда жизнь занесёт через какое-то время. То есть вот таким вот образом, и мы на второй день, мы уже были в этом парке Патриот, и он час езды на обратном пути, мы заехали в этот парк Патриот, и ещё там немножко побыли. То есть он там, ну вот было мало людей, и не было стрельбищ. Вот мальчикам вот что надо? У меня всё время, я не знаю, сердце разрывается, но это мальчишки вот эти шалости. Потому что вот в прошлый раз были, там был какой-то фестиваль, и это были выходные, и были вот эти вот стрельбища. А это начал сезона, то есть в принципе просто парк открытый, был бесплатный, мало народу, никаких стрельбищ, слава богу, не было, но для меня, слава богу, для него вот это вот холостым пострелять, он хотел. Мы там полазили, опять же я в храм в этот сходила, потому что вот в этом парке Патриот, шикарнейший храм, шикарнейшая эта мозаика, которую я млею. То есть вот таким вот образом у нас всё это произошло, то есть благодаря вот этому выигрышу, на бензин я больше потратила, чем у меня этот выигрыш, в результате. Ну, потому что мне далеко. Но всё равно мы этим воспользовались и посмотрели в этом интересном месте. Я там книги присмотрела, одну уже заказала, купила у них. Мы поиграли в насольные игры, и тоже одну уже я заказала. То есть я в новых местах всегда что-то познаю. И мне вот самый интересен формат, может быть, кто-то подхватит, кому-то вот интересен такой формат, чтобы съездить, посмотреть, как люди организовали. Может быть, здесь у нас есть что-то подобное. Напишите мне, кто знает, есть ли у нас здесь поближе что-то подобное, чтобы вот в таком формате. Идея шикарная. Сама дача сделана, вот знаете, дача. То есть называется из фигни и палок это всё сделано. Но это всё сделано с художественным вкусом, с душой. И когда люди хотели вот свою концепцию как-то продвинуть и показать миру, что мы хотим сказать. То есть рассматривать можно бесконечно. То есть каждый раз ты будешь приезжать, мне кажется, и всё время что-то находить. И я вот что могла, взглядом ухватила. То есть какие-то таблички, какие-то рисунки, какие-то статуи из веток просто, там статуи невесты. Вдалеке я к ней так и не подошла, потому что этот был, немножко не высохла ещё сырая погода, там ручейки, какие-то олени, какие-то вигвамы, какие-то вот домы на деревьях. Всё это создаёт очень классную атмосферу. Поэтому кому это удобно, кто там Можайское, Минское шоссе, обязательно посетите вот это место. Я внизу ссылочку обязательно оставлю, где можно посмотреть. Они на выходных проводят кэмпы. То есть формат, ты покупаешь кэмп, и этот кэмп будет тематический какой-то, да, с проведением каких-то мероприятий. Летом этого очень будет много. Посидеть в формате дачи, у них у всех есть дачи, большой компании, там познакомиться с новыми интересными людьми. Если это вам близко, а я знаю, что у меня зрители там, да, с разных мест, то, пожалуйста, вот я вам рекомендую это место. Оно действительно очень-очень атмосферное. Вот я очень хотела сказать, поделиться с вами своей поездкой. Впечатлений у меня много, вот и от Бородинского, этого поля, и от вот этой дачи. Оно прямо вот в самом, эта дача в самой деревне, вот это Бородино, от музея, ну прямо практически напротив, то есть тоже можно совместить вот и культурную поездку. И еще мы ездили на Можайское, вот так называемое море, водохранилище. Надима это не произвело никакого впечатления, но на меня тоже, потому что мы волжские люди, для нас это называется, ну, как протопы Волги. Ну, то есть, человека, видящего там море, видящего там Волгу в широких местах, это просто радует, что еще раз увидел воду, потому что вода меня все время притягивает. Ну, так, чтобы я прям была поражена, это, конечно, а для Подмосковья это шикарное место, потому что я знаю, что такое не так много, но опять же, вот мне, например, Пироговское водохранилище быстрее, если бы я захотела увидеть в таком формате, там также домики, также шашлычные места, то есть все то же самое, та же самая вода. И здесь вот мы на литературный клуб ездили, тоже вот чуть подальше, в другую сторону, ну, там тоже есть широкие водохранилища, ну, то есть это мне, опять же, географически не очень удобно. Невеста твоя пришла, или кто, или это кот другой, я не знаю, но он к нам приходит, и вот здесь сидит, и нервирует нашего кота. Да, кот? Вот кто тебя нервирует. Чуть не орала ночью. Беленькая. Вот она что делает. Сейчас сиганет еще. Да? Красивая кошечка, хорошая у тебя вкусная. Как вот они? И вот она, окно закрыто, он на нее смотрит, а она в нас смотрит. Вот так вот. Такая вот кошачья любовь у нас. У меня вопрос. У кого есть цветовые определенные предпочтения в одежде? Вот у меня есть черная стирка, цветная и красная. Ой, настолько красная одежда, да. Всем привет! Всем привет! Это Таня Матаня, пятый класс у нас. Началась история, начались предметы, и начинаются ВПР по предметам. Книжечки у нас новые появились. Гарри Поттер на английском. Теперь вечерами папа с Димой берут русскую книгу переведенную, берут на английском и параллельно читают. Хватает это их надолго уже, то есть это не только началось, и в первую они еще не дочитали, но очень упорно каждый день идет вот такое чтение. Ну вот у Димы какой-то интерес. Он уже просто устал, наверное, на русском читать, и вот такая вот идея родилась, и она его захватила. Почему нет, да? Если ему хочется, пусть читает. Теперь у нас вот два сборничка, вот так вот стоят. Пусть читает. Способ изучать английский лучше. И он такой доволен, что на английской серии есть книг, которые нет на русском языке у нас. Вот последний. А здесь она есть. Видите, она выбивается из всей серии. Вот такая вот у нас теперь идея, если вам интересно. И раз уж про книги, про вот это расскажу. Мы сейчас дочитали. У нас совместное чтение есть с папой, есть с мамой. Он разное время читает, кто может, да? И с Димой мы дочитали вот эту вот книгу, книгу про возрастление. Очень оригинальная как-то она написана, как ребенок осознает свое возрастление в чем-то. Не знаю. И, конечно, здесь отношение к инвалидам. Вот есть еще книга «Черная и белая», которая меня вот... Это тема инвалидности и отношения к таким людям, к их одиночеству, возможностям. У нее открытый финал с такой надеждой, что там сделают все-таки операцию дорогостоящую, которая поможет. Но дело не в этом. То есть это идет какая-то параллельная линия, но так же, как вот этому малышу нужно было пройти заросление, так некоторым нам нужно проходить такое же взросление самим взрослым. к осознанию некоторого понимания детского мира, так скажем, и некоторого понимания мира инвалидов. Я называю своими именами. Я не люблю этот термин, там, ограниченные возможности. Что за ограниченные возможности? Нужно как-то... Это лицемерные. Нужно называть вещи своими именами и просто улучшать их жизнь, отношением к ним, обустройством там, общества. Вот я, например, представляю, что вот из своего дома до хлебного я не могу доехать, если бы я была на инвалидной коляске. Это я точно знаю. У тебя здесь близко, потому что ничего не обустроено. Только видимость. Кто каждый день ест спаржу, но любит ее, есть спаржница. У меня есть специальная длинная кастрюля с сеткой. Но спаржу в ней я варю первый раз. Вот такая вот история. Первый раз пробую. Ну, может, понравится. Буду всегда делать, не знаю. Ну, в общем, такой парадокс. Обычно я в ней варилась. Компоты и спагетти пару раз. У меня Дима смеется. Мама, ты на посту. То есть я пост соблюдаю. Он говорит, мама, ты на посту. И мне... Я стараюсь сама не покупать ни молоко, ни масло, ни... Ну, сливочное, я имею в виду. Вообще никакие продукты, ни яйца, ни мясные. Всё. У меня муж говорит, вот сам себе покупай. Потому что это... Сложно мне вот это выбирать, думать, что готовить. Когда я вот соблюдаю пост, я для себя придумать-то не могу. суть в том, что всё-таки я пошла в магазин, заодно купила и молока. Ты-ды-мс. Оно свернулось, и я теперь делаю из него творог. Вот так вот. Нельзя меня этим напрягать. Вот что делать. Вот так. Тут очень много текарь животных. Проход в туалет. Как это делают животные, да? Когеи... Когеи... Там все то же самое. Да? А ты откуда знаешь? Да. То, что там нет... Там, что там... Есть лестница, означает, что там нет дверей. Коробка. Коробка. ОСЕКЛЕДУШИКОСОВ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в конце своего выступления я раздам свои стихи, они написаны гусиным пером, я увлекаюсь этим делом, кому интересно, может подробнее я могу рассказать, можно меня пригласить, я приношу перья разными способами пописать, особенно детям на днях рождения, мне очень нравится. И про мои стихи можно сказать, что они реально написаны. Следуй за мной за весной, где готы распустили хвосты, следуй, не думай, просто за мной, не видя всей красоты, все еще будет цвета, солнце, цветы, следуй за мной. Мне так важно, чтоб ты был там, со мной, пусть ты за мной, наведешь меня, ты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это тоже очень важно. Я взяла у них журнальчик их. То есть это не журнал, я бы сказала, полноценная книга. И смотрю по фотографиям, в принципе, все, кто участвовал, все они вот и в этом журнале в том числе есть, публикуются. В библиотеке там на память я купил такой, может, еще одну главу. Там очень много разных закладок. И поэт всегда прав. Очень мне понравилось. Буду смотреть за мероприятиями. Какие они будут проводиться. Аноции я делаю в своей группе ВКонтакте. Куда я хожу, если интересно, все ссылочки в ВК у меня есть. В описании ссылка на мою группу ВКонтакте. Где я обычно все мероприятия показываю, куда я иду и зачем. Так что, кому интересно, такие форматы, приходите. Людей было очень много. Все-таки интересующихся и жаждущих людей слова. Всегда находятся. Не так, может быть, как хотелось бы, но всегда находятся. То есть я бы хотела. Может, у меня получится у них опубликоваться в журнале. Ну, в общем, напишу, узнаю. Так что вот. Было мне очень приятно. Узнала я про него на Арифмосе. Она выступала. Она сама поэт. И она выступала со своими стихами. И вот сделали анонс, что у них есть эти мероприятия. Я быстренько заглянула, посмотрела. Анонс следующего мероприятия. Подала заявку. Все это возможно, называется, если есть желание.